Спасибо, Леонид, спасибо, Максим. Да, привет, это Навальный, или, как меня в последнее время часто называют, Навэльной. Я сам до сих пор не понимаю, почему так, но вот так бывает часто. Я очень рад приехать сюда, в Перми. Тренировался целый час, Ганс, правильно. Я знаю, что это очень важно. Я здесь был много раз, и очень люблю этот город. И у меня здесь много друзей. А когда 26-го числа я смотрел фотографии с вашего митинга, я еще думал, как же я вас всех люблю. Был здесь митинг 26-го? Да. Большой это был митинг? Да. Несанкционированный это был митинг? Нет, несанкционированный. В этот раз он будет еще больше? Да. Что-то не уверенно как-то. В этот раз он должен быть гораздо больше. И я понимаю, что я приехал в правильное место. Понимаю, что я приехал сюда, и здесь много людей, которые недовольны с коррупцией. Много людей, которые понимают, что лучшая жизнь в России, она вполне достижима, она вполне близка. Это можно сделать, нужно только захотеть. И я очень счастлив, когда я смотрю на вас сейчас, потому что мне же часто предъявляют все эти деятели-единороссы. Недавно Неверов, значит, один из лидеров Единой России сказал, что не может Навальный участвовать в выборах. И часто они мне говорят, что Навальный это такая партия Садового кольца. Его поддерживают только внутри Садового кольца. Мне кажется, я не знаю, поправьте, что я сейчас довольно далеко от Садового кольца. Тем не менее, я вижу здесь людей. И я знаю точно, что если бы сюда приехал единоросс из Москвы, ну а вот там бы стояли, как я руки пожимаю, там бы стояли бы довольно по 500 рублей. И только таким образом они могли бы хоть кого-то сюда привезти. Поэтому спасибо вам огромное. Вы грандиозные молодцы. И у нас не партия Садового кольца, у нас партия России. А у них партия Садового кольца. Потому что они опираются на генпрокурора, на Следственный комитет, на Верховный суд, на вот ту кучку жулья, которая сидит внутри Садового кольца. И мы их победим. А, значит, спасибо. Вы знаете, наверное, кто смотрел стримы. Для меня всегда, ну, немножко как бы сложнее, что ли, выступать в тех местах, где считаются богатые города, богатые регионы. Вот ты проезжаешь, Навальный, в благополучный регион. А я сейчас в благополучном городе. И вроде как нечего тебе сказать. Единая Россия противопоставляет тебе все великолепие, которое она построила за последние годы. А тебе сказать нечего. Я, можно я попросил большое? Я специально выписал несколько вещей и хочу у вас спросить. Вот про нынешнего губернатора, наверное, еще мало что можно сказать. Хотя мне есть что сказать, он же из Москвы к вам приехал. Но Басаргин дал нам несколько обещаний. И мне интересно, я давайте у вас спрошу, выполнил он эти обещания или нет? Нет! Подождите, ну что вы! Объективно подходим. Давайте, значит, да. Реконструкция вокзала к 16-му году. Реконструировали вокзал? Нет! Почему? Потому что они криворукие жулики, верно? Окей, следующий вопрос. Сдача третьего моста через Каму к 17-му году. Нет! Строительство началось, может быть там же ленточку пора перерезать, все готово? Нет! Почему? Потому что они криворукие жулики, они ничего не могут сделать, они только воруют деньги. Дальше. Открытие нового аэропорта к 15-му году. Я прилетал сегодня туда. Город миллионер! Там реально стоит какая-то палатка, что ли, я не знаю, тент какой-то. Но на самом деле, город миллионер, 21-й век. Стоит палатка. Классно! Стабильность! Вот она олицетворяет стабильность, эта палатка. Что у нас еще тут? Реконструкция театра драмы в Перми к 15-му году. Замороженная, насколько я понимаю. Реконструкция автомагистраль трассы Перми-Екатеринбург к 17-му году. Сделали? Я ехал сегодня и просто трясся в центре города, в чудовищной совершенной дороге. Поэтому, спасибо большое. Вот об этом, на самом деле, мы и ведем нашу избирательную кампанию. О том, что... Ну, о том, что король-то голый. О том, что в 18 лет нам говорят про какую-то незыблемость и стабильность. А где это все? Ну, палатка в аэропорту. Вот вся их стабильность. Дорог нет в центре города-миллионника. Это стабильность. И если в Пермском крае и в городе Пермь они не могут сделать элементарных вещей. Вот этот вопрос. Они сделают их когда-нибудь? Ну, нет. Они не сделают их никогда. Ведь Басаргин был у власти конкретно. И Басаргин, неважно кто он. В те времена, когда нефть стоила 120 долларов за баррель. То есть, ну, я извиняюсь за такое слово, вот это бабло нефтяное, оно просто текло в страну. Ну, просто некуда было девать этих денег. Буквально в смысле некуда было девать. Все сырье подорожало грандиозным ведь образом. И вот здесь-то, по идее, в этом городе, в этом регионе, в этом крае, ну, вы должны просто купаться были в деньгах. Вы должны были просто там устраивать денежный бой, как Павел Дуров раскидывать пятитысячные купюры. Все должно быть хорошо. Ну, даже если не утрировать, ну, по крайней мере, здесь, за эти деньги, должно все выглядеть с иголочки. А мы говорим о том, что не сделаны даже элементарные вещи. Мы на полном серьезе обсуждаем, починят ли нам дороги в ближайшие несколько лет. Ну, ё-моё, их везде починили, во всем мире их починили. В африканских странах починили дороги. И только мы не можем это сделать. Ну, здесь же находится, я, может, ошибаюсь, ничего не понимаю из географии. У вас здесь находится Урал-Калий? Да! И следы его, единственные следы его можно обнаружить по огромным дырам в земле, верно? Но никаких денег от этого всего обнаружить невозможно. Я и деньги от Урал-Калия, которые, ну, кому принадлежит это все, что в земле? У всем, да, в Конституции написано, недра принадлежат народу. И мы, в общем-то, хотим и требуем довольно простой вещи, лежащей на поверхности. Ну, чуваки, вы выкапываете что-то из земли наше. Ну, продавайте, зарабатывайте. Пусть вы будете богаче, чем мы. Но нельзя же забрать все. Потому что богатство Урал-Калия, я читаю про них только в светской хронике. Как рыболовлив со своей женой что-то там дели. То ли в Швейцарии, то ли в Монако. И английские адвокаты, и швейцарские, и все остальные. И они спорят, кому же достанется эти 100 миллионов долларов. Кому же достанется этот миллиард. И мы все с вами, вы здесь в крае, люди в Москве, по всей России. Они просто в немом изумлении смотрят на это все и говорят, ну, нифига себе. Ну, как же это может происходить? Это невообразимая вещь ни в одной стране мира. Когда они просто вдруг внезапно забрали себе все гигантские предприятия. Они не платят налогов. Они перерегистрировались все за рубежом. И еще там делят эти деньги. Покупают футбольные клубы, покупают яхты. Вот нас эта ситуация устраивает? Нет. Меня она не устраивает категорически и много-много лет. Поэтому я и веду эту избирательную кампанию. Поэтому я и езжу из региона в регион. Для того, чтобы говорить простые вещи. Ребят, меня это не устраивает. Вас это не устраивает. Но 18 лет об этом все молчат. 18 лет никто не смеет сказать ни одного слова про коррупцию. Ну, очевидные же вещи, про которые вроде знает вся страна. Кто самый молодой миллиардер в России? Умница. Это вообще все мы должны знать. Кирилл Шамалов, зять Путина. Самый молодой долларовый миллиардер в России. И вообще все молчат. И казалось бы, ну давайте коммунисты, давайте жирик. Ну, выйдите, скажите это, получите голоса. Вас там зовут популистами, но вас поддержат. Но все же молчат. Все молчат, как набрали в рот воды. И демократы, и либералы, и все на свете. Так вот, наша кампания о том, что мы не хотим больше молчать. И скажем все совершенно прямым текстом. Верно? И если они нам говорят, что мы вас не зарегистрируем, мы с вами сделаем что-то. Вы так, пожалуйста, будьте конструктивны. Да пусть они... Ну, словами Алишера Бурхановича Усманова. Да пун они. Да не собираюсь я молчать. Я не собираюсь молчать. И мой путь быть зарегистрированным. Это не врать, не скрывать какую-то правду. А ездить из города в город. И опираться на вашу поддержку. И просить вашей поддержки, чтобы вы выдвинули меня. И мы ввели с вами общую избирательную кампанию. Вот так я хочу зарегистрироваться. А никак иначе. Я вижу много вопросов. Сейчас скоро я к ним перейду. Но я просто в каждом городе провожу такой, может быть, опрос. Он для меня важен. Важно для понимания того, правильно ли мы все делаем. Опять же, в богатых городах этот опрос, ну, может быть, вещь какая-то для меня рискованная. Потому что, ну, может быть, мои предположения неправильны. Отдай мне, пожалуйста, снова эту бумажку. Кто мне так подскажет, дорогие мои друзья, вот в вашем богатом, прекрасном регионе, какая средняя зарплата в городе Перемь? Я слышу 25, я слышу 29. Значит, если бы я был бы губернатором Решетниковым или единороссом Володиным или Путину Владимира Владимировичем, я бы, конечно, сказал, ну, откуда в Перми столько иностранных агентов? Ну, прекратите лгать в глаза мне, единороссу, потому что средняя зарплата, согласно статистике, в городе Перми 38 400 рублей. Средняя зарплата. Средняя зарплата, то есть половина жителей получает больше. Вы верите в это? Нет! Тогда, значит, мой любимый эксперимент. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто знает людей, или у кого есть родственники, или кто-то еще, кто получает меньше 38 тысяч рублей. Я говорю, натуральные иностранные агенты. Зачем клевещете-то на нашу стабильность? Мы знаем, кто миллионы получает. Я тоже знаю, кто получает миллионы. Да, вот, наверное, средние получаются, они получают миллионы. Наверное, когда рыболовливо добавили сюда, вот у всех в среднем получилось 38. Давайте я резко пониже планку. Кто знает тех, кто получает меньше 30 тысяч за полный рабочий день? Кто знает тех, кто получает меньше 28 тысяч? Меньше 25 тысяч? Меньше 20 тысяч? Упокойся, мы знаем. Меньше, ну, нет. Вот давайте, хорошо, опустите, пожалуйста. Давайте тогда реально серьезный и важный вопрос. Кто знает тех, кто за полный рабочий день получает меньше 15? Ну вот же оно. Это такое веселое упражнение, которое на самом деле очень грустное. Оно просто говорит о том, что страна наша потерпела цивилизационную катастрофу. 15 тысяч рублей за полный рабочий день. В Латинской Америке платит больше. В Китае сейчас зарплаты больше. И в богатом городе, в богатом регионе, где есть нефтехимия, где есть нефтедобыча, где есть куча минеральных удобрений и так далее. В промышленности огромное количество. Люди получают 15. Поэтому ничего и не может развиваться в России. Потому что, если люди получают такие зарплаты, бизнес никакой не существует. Эти люди ничего не могут покупать. Они постоянно болеют. С ними вечно какие-то проблемы. Для чего мы вообще строили нашу прекрасную российскую цивилизацию? Вот прилетаешь к вам в аэропорт, стоят какие-то военные самолеты. Ну то есть, получается, смогла Россия сделать авиастроение, верно? У нас есть космос. Смогла Россия сделать космическую отрасль. Мы много чего смогли сделать. Ну и добились-то чего? Советский Союз все сделал. Советский Союз все сделал. За последние годы мы не сделали ничего. И самое главное. Щеки надуваем, говорим, здесь мы крутые, там мы крутые. Но при этом 15 тысяч рублей. 20 тысяч рублей. Какая, вы думаете, реальная средняя зарплата здесь в Перми? Ну реальная. Ну я думаю, что на самом деле в районе 20. И это означает гарантированная ведь нищета, верно? Потому что 20 ты получаешь, а за ЖКХ сколько нужно заплатить? Половерь. Даже если 4, не 6, а 4. Ничего не остается, невозможно существовать. Твоя жизнь превращается в то, что ты вечно думаешь, где тебе взять денег и не имеешь никаких перспектив. Никаких перспектив не имеем. И это, на самом деле, главная проблема России сейчас. И главное, почему мы ведем избирательную кампанию. Ну вот скажите, я вижу в основном молодежь. Вы закончили вуз. Лучший здесь в Перми. На одни пятерки. Куда вы можете устроиться на высокую зарплату? Какая будет высокая зарплата? В Москву! Ну да, так и все устроено. В Москву желательно в Газпром, правильно? Но если нормальная страна, где люди родились здесь, у них здесь родители, они хотят здесь жить и нормально существовать. На какую зарплату можно здесь устроиться? На 20. Нет, ну 20, если повезло. Вот ты хорошо, ты круглый отличник. И такой шустрый, нормальный. Куда ты можешь устроиться? На какую зарплату? 30. Ну 30, 40, давайте 50, давайте на 60 устроимся. И что это такое? Ты, значит, пермский счастливчик, устроился на 60 и получаешь зарплату, которая меньше, чем средняя зарплата в Эстонии. Вот я всегда привожу примеры в Эстонии. Почему? Потому что там нет никаких минеральных ресурсов. Кто-то слышал про эстонскую нефть? Про эстонский газ, про эстонский минераль, эстонский калий, известный по всему миру. Ничего нету, но средняя зарплата там больше 1000 евро. А мы здесь почему-то должны мечтать о такой зарплате. Вот наша избирательная компания, это простая вещь о понимании того, что Россия в нынешнем виде, ее сырьевые запасы, уровень образования населения, остатки инфраструктуры, остатки промышленности, хоть завтра нам могут гарантировать гораздо более высокий уровень жизни. И это никакой не популизм, никакое обещание. Конечно, я вам не могу сказать, мы построим третий, четвертый мост через Каму, они будут хрустальные. Нет. Но нормальный ты мост-то мы можем построить? Ё-моё, 21 век. Огромное количество людей. Это мост. Это не луноход, блин. Это не мост на Марс. Это просто мост через речку, большой, но их строят по всему миру. В странах третьего мира, в бедных, нищих странах, строят эти мосты, но никто не страдает по 30 лет. Вот мы можем нормально жить завтра. У нас все для этого есть. Но мешает нам самая одна главная и зловещая штука. Что это? Коррупция. Не коррупция. И не Путин. Да не Единая Россия. Единая Россия это вообще какие-то бушулики, мы их бам, они побежали. Наша трусость. Сенсура. Не цензура. Самое главное, наш самый зловещий враг. Америка. Значит, наш главный враг. Это не верие самих себя в свои собственные силы. Потому что... Ну, кто из вас пробовал когда-нибудь кого-нибудь агитировать? Поднимите руки. Окей. Когда вы агитировали, слышали вы, рассказывали про коррупцию, рассказывали там про Димона. Поднимите руки, кто про Димона рассказывал кому-то. Красавчики. Вы слышали в ответ фразу, ну, коррупция, жена будет всегда, и она не искоренена. А слышали такую фразу, ну ладно, эти-то наворовались, а ваш Навальный придет за мной разговаривать. Вот эта вещь, укорененная в мозгах многих граждан, про то, что мы обречены навсегда жить в нищете, это и есть главная проблема. Путин, это просто, ну, конкретный человек, которого поставил Гельцин, и он захватил себе власть. Но он держится, и его власть держится не на милиции, не на ОМОНе, ни на чем, а вот ровно на этой инерции. На миллионах людей, которые считают...